Ну, было в своё время серия, конечно, этих стишков про маленького мальчика. Передовые лазерные технологии. Ну, чё ж мне делать-то? Спутник будет. Можно спутник страховочный взять, потому что я последний спутник, который прилетит, запущу в Россию, но, возможно, нам придётся ещё что-то накрывать. Давайте спутник закажем один. Тем более, они со скидкой идут из России в два раза. Мастерская ОК, передовой лазерный ОК. А, я же там назначение офицеров ещё делал, да? Взял новые. И, может быть, там у нас уже капитан какой-то подтянулся. Ну, нет, не подтянулся. Июнь. Очень сложный месяц. И очень плохо, что в первую неделю рейдер прилетает. В первую неделю почти не было никакой активности, кроме экзальта. Это плохо. Пытаемся рейдера сбить. Погнали. Очень хорошо постреляли, на самом деле. Сняли у него половину где-то хитов. Попали три раза. Ну, вот, если попадём три раза, то собьём. Пытаемся перехватить его. Да, уже половину. Надо передохнуть. Так. Ещё одно попадание. Пока хорошо, не хочется сглазить. Уходим отсюда. Ещё попали. У него почти нет шансов уйти. Он попал, правда. Последний выстрел. Есть. Он, правда, уничтожен, но мы, по крайней мере, активность пришельцев понизили. И, наверное, здесь мне нужно перевести, по крайней мере, один перехватчик. Пять дней, 13-8. Хватит ли трёх? Сильно сомневаюсь. Пытаюсь выровнять количество... Перехватчиков. Капрала на лазерной винтовке. Да нет у меня сплавов. Строн поддержал ваш канал. И дислокация воздушного судна завершена. По небу летел. Вот тихо на хвост бобёра ему сел. Не было слышно ни крика, ни стона. Только ракета торчит из мутана. Мутана. Большой-низко. Хорошо. Чрезвычайная, ребят. Чрезвычайная. Очень опасная миссия. Я беру... Я беру пару разведчиков. Я беру пару снайперов. Обязательно одного медика. Нормального, фатижного. Обязательно рокет-пулич. И получается пехотинец. Как-то так. И сравнительно скоро у нас с вами даже будут лазерные винтовки. То есть через 2-3 дня закончится исследование. И мы сможем заказать первые несколько лазерных снайперских винтовок. Две, может быть даже три штучки. Одну лазерную марксманскую обязательно закажем. Так, у снайпера будет метко запоминаем. Для шейников нужно компы исследовать. А потом сикера вскрыть. Компы довольно долго исследовать. Там кто-то из экспертов говорил, что ошейники нужны к этому. К дредноуту. Но это... Довольно глупо. Ну, то есть это... Либо ты идешь без лазерных винтовок туда, либо без брони. Если ошейники будешь шашить. Так, шреда, пулеметчик, пехотинец. Инженера нет. Виз инженера не очень хорошо идти. Я, пожалуй, пехотинца не буду брать. Инженера возьму. Ну, участок дороги. Тут разведчики хорошо должны зайти. И снайпы им. Погнали. Похищение людей. Это причем первое похищение людей. Уже треть месяца прошло. Июнь очень наполнен. Очень хорошая карта. Бразильские власти просят о помощи. Значит, цель Бразилия. Ютуб проверит. Да я не могу. В большом городе хаос и паника. Там пришельцы в открытую ходят по улицам. Нужно с этим разобраться. Я уже дважды ретрансляцию сделал. Локально делается, делается. Ну, знакомое место, правда ведь? Близко пока не вижу. Отлично. То есть снайпы у нас зайдут, скорее всего, спокойно наверх, да? Правда, первый пак с четырех человек уже здесь. Успеет ли заскочить снайперы? Или нет? Самый главный вопрос. Может заметить их снайп. Может. Так что в полхода делаем это через прицеливающегося рокета. И... Главное, чтобы снайпы зашли вот на эту вышку, вы помните. Озвучка. Шел Чамандер через реку, видит Миша в реке... В реке Мэл. Сунул Миша лапу в реку. И тут что же... И тут что? Что же будет тут? Шанс попадания оленем 18. Крит смерть оленя Рад Пека. Блин, какая... Как же... Ой, у нас два пака впереди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо серьезко уже врубать. Отводим снайпов назад. Мне, кажется, придется сражаться здесь. Медика уводим. Снайп прицеливается. Рокет прицеливается. Ты прицеливаешься. Готовность номер один. Блин. Начинаю наблюдение. Смотри, у него... Сейчас просто пак может вылететь. Строг дополнить. Топовый с ним в кибердиско стрелял 90% и не попал. Миша убрал ему ручки и ножки. Новенький Мэг побежал по дорожке. Это да, это оно. Блин, они стоят. Так, давайте я попробую все-таки зайти. Все-таки попробую зайти и дойти. Потому что вроде бы я успеваю. Вроде бы. Но это надо проверять на... На каком-нибудь разведчике. Два пака рядом. Это очень плохо. Сейчас мы проверим. Кажется, можем. Да, можем. Очень похоже, что можем. Пора пробежаться! Два. И три. Есть! Выполняю! Ну, это уже несколько другое дело. Нет, нельзя так сейчас делать. Прицеливаемся, Рокки. Там здесь пока тоже прицеливаемся. Прицеливаемся. Еще один ход на прицеливание. Мутоны впереди, да? Это прям не шутки. Это не шутки. Прицелился раз, прицелился два, прицелился три. Прицелился четыре. Все, вот после этого хода, типа, можно как-то действовать. Но я бы начал со скана. Разведосом. Для того, чтобы посмотреть, кто там есть, кого мне надо пулить. Только встал бы разведчиком так. И закинул скан, скажем, вот сюда. Надо понять, кто в каком паке, как они стоят, куда они бегут. Йопараси ты! Там пачка здоровая. Зеленые мутонов. С сектоидом. И я думаю, надо начинать мочить козлов сразу. Так, ну в целом... Не так плохо, как могло бы быть. Здесь по мутону, понятное дело. Я вот этого мутона слева не вижу. Помните, вот этот багнутый кавер. Его даже и Рокет не... Ой, и этот не увидит. Пулич, когда выйдет сюда, кажется. А нет, видит. Ну тогда хорошо. Тогда мы спокойно, скажем, добиваем. Ну лучше, наверное, все-таки этого мутона добить. Ну или ранить, да. Здесь сапресс. Раненые, раненые. И сектоид. Я бы спрятался за полное укрытие. Здесь прицелимся просто. Сикеры улетают. Хорошо. Не будет лишних врагов у меня здесь. Ну вот он стреляет 8%. Блин, а ты такой он отчаянный вообще. Ррр. Там маневренность, точность повышается. Ага. И сектоид. Overwatch 50%. Молодец. Инженер, на удивление, хорошо отстрелялся. Так, ну, во-первых, я хотел бы здесь флангануть, как-нибудь вот так вот встать. И в ней ренджа он будет, и один фланг будет. Плюс мне нужен опыт Джангу. Ну, всем разведчикам нужен опыт. Справляется. Молодец. Здесь сапресс. 70-100. Ну, этого метку ставим. Здесь я бы подошел... Не пожалел бы Гренку, потому что с этим товарищем, с этим кавером долго разбираться. Все инженеры у нас теперь работают с... Я хотел сказать, с взрывом укрытия, чтобы вот таких тем не было, чтобы можно было снимать спокойно. Но, очевидно, не хватает этого. Снайперы его не видят. Он должен паниковать, пытаться убегать. Но как он убежит? Это вроде не осколочный кинут. Да вроде осколочного. Сейчас проверим. А, да, я осколочный кинул. Вот дурачок. Ты прав. Извините, пожалуйста. Мискликнул. Вот это плохо. Какой же я дурак. Уже огневая поддержка у них есть. Ё-моё. Сейчас мог улететь просто у меня человек. Ну, просто улет. Что-то случится. Да-а-а-а. Ну, конечно. Повышение. Вообще, этим товарищам можно подходить ближе. Здесь имеет смысл пока перезарядиться. Потому что следующий пак, как мы помним, дальше будет... Ну, есть время. Потом, скорее всего, я буду действовать через... Скан? Строго говорит. Мамка мутона по свалке гуляла. Бутылки от пива в пакет собирала. Тут вышел бобер с пулеметом на пару. Не отдадим мы с земли стеклотару. Наверим. Видимо, нет. Мне кажется, это из-за того, что была прервана трансляция. Ну, типа была пауза. А там нужно создавать, видимо, на каждый стрим свою. Поэтому, несмотря на то, что я пускаю от себя поток, стрима там нет. Поехали! Перезарядилась! Подходим. А теперь бой. На следующий ход будем закидывать скан. А, они подходят, да, подходят. Окей. Ну, народу-то много еще. Мелт. Ай, Мелт жалко, что пропадает. Вижу, вижу, вижу. Сикеров я. И сразу же закидываем, сразу же стреляем снайпами. Отличный скан. Багнутый. Ну, попал куда-то в текстуру и все. С концами. Вроде светит, а вроде и нет. Представляете, такая тема на терроре будет. Пробую закинуть еще разок. Вот, другое дело. Такое количество целей. Эти ребята-то поопаснее будут. Пожалуй, начну с них. Готов. Огонь на цели. Так. Следующий снайп. 89, 89, 100. Слушай, лучше 100. И не очень далеко. Тут можно реально подходить просто. Сикеры вылетают, но не долетают. Летуны, я не знаю, откуда им идти. Правда, снайперам будет сложновато сейчас с ними справиться. Из-за того, что они не прицеливаются, а летуны летают. А, этот сел. Хорошо. Сюда было бы неплохо закинуть рокет, но рокет не на позиции стоит. 99, пожалуйста. Хорошая точность. Уху, привет. Как играет? Ну что, Михаил, хорошо посидели? Да, вижу. Вижу на губах. Подлива мясная. В глазах огоню коньячка. И слава богу, хорошие игры. Нет, мы поели пиццы и роллов. Как бы никакого коньяка, увы. Нормальных мясных блюд. Так. Аккуратненько. Надо поменяться местами. Рокет поставит сюда. Это самое главное. Ну, потому что кальмары явно идут по мою душу. И надо быть готовым к струльбе. Курлык. Не, улетают. Гады, а. Такая кучница нормальная была. Ну, наверное, еще один ска надо будет закинуть. Для того, чтобы снайпы продолжали на безопасном расстоянии справляться с врагами. Наверное. Что же еще сделать? Правда, из-за того, что... А, все-таки спулили, да, мы их? Ну, может, и к лучшему. Рокет-то готов. Правильно? Поехали. Ну, так. Знаете, чтобы... Соточка. Качаем разведчиков наших. У меня самогон есть, дед мой гонит. Будешь? Не передать же. Ну, в смысле, понятно, что... В прошлый раз... Пользовался популярностью на встрече по сравнению со всякими виски и прочей хренью. Именно... Именно так. Секер, вскрытность... Нехорошо, потому что снайперу придется... Кальмара. Да не страшно, конечно. Неприятно. Сам в шоке. Скорее всего, ну, если аспирант придет и наладит, то будет. А так, так нет. Отталкиваемся от того, что не будет. Ну, запись будет на ютубе, естественно. Так, я запускаю от себя поток. А там... Толка немного. Пытаемся добить. Помним про одного инвизора. Ой, ну что ж такое-то, а? Допрыгался. Допрыгался. Давай попробуем. Почему бы и нет? Так, а как мне... Кальмара-то снять с головы? Он же близко мне. Наверное, даже туда пуличем сбегаю. Ну, потому что они там сто процентов. Сейчас этот гад снайпа заприметил. Либо разведчика будет убивать, либо снайпа. Мне кажется, снайпа. Справа вообще, да? Он здесь. Он здесь. Вон он. Типа поднимается. Мет. А, нет. Решил все-таки пойти на кого-то другого. Привет, босс. А, кстати, напоминаю, что... Что там-то летуны спулиные. Между прочим. И они рано или поздно могут найти. Давайте подсветим. А последний пак это с Эйнманами. Вон они там. Кучкуются. Смотрите. Гнездятся, можно сказать. Втроем. Ищут. Как же им пробраться-то ко мне? 89 мимо. Все это заметили. Побежали. Надо будет подлечить еще Рокета. Он не получил ранения. Там немножко броня покоцалась. А так? Хорошо. Поругаются. А этого мы разведосом можем шлепнуть. Я полагаю, да? Даже. Только не отсюда. Ну, давай так. Окей. 58. Немного. Понимаю. Не могу его снять. Они пытаются... Паника. Так. Еще один. Еще одна попытка. У другого. 60. У другого разведчика снять этого летуна. Отлично. Ну, дальнего мы в любом случае будем... Снайпами ушатывать. Там шансов у него почти никаких нет. 99% снайпа у одного. Так что... Нормально. Я думаю... Единственное, что на этой миссии может быть опасного... Это вот последний пак летун... Последний пак сэмменов. Только они. Потому что... Больше никого не осталось. Довольно логично, да? И у меня заканчивается скан. То есть я уже... Не вижу... Безопасно так, как раньше. Поэтому задача держаться плотненько... Нам, основной массой, для того, чтобы была возможность... И подсопрессить врага, и... Кинуть дым, и приказ сделать. Минус 100. Да ладно, еще строк. Подло экзальт на Мюнхен напал. Рядом соколик дредноут лутал. Быстро забрав с него... Ай! С него плазма-махину. Мюнхен за час превратился в руину. Слышим. Слышим, слышим. Эта карта... Сейчас она типа лайтовая, но на самом деле это Анькина миссия, вы помните. С которой я не справился в прошлый раз, потому что у меня состава не было. Но даже если бы у меня был топовый состав... Это было бы непросто. Так, спинку у одного, как минимум. Но я почему-то не вижу эту спинку. Бывает. Так, есть пробитие. Ладно, придется так добивать... Одного фингмена. Второй будет действовать свободно. Ичитывая то, что у меня здесь полуукрытие... Я думаю, надо как минимум закинуть дым. И... Возможно, даже в ханкер сесть. Ну, потому что это не шутки. Здоровый человек с меткостью 85. По дыму 65. Укрытие 25. 40% у него будет. Так что я прям ханкерю, ханкерю. Провоцирую его на подойти. И он подходит. Да, все нормально. Это он к медику, до медика добежал двойным ходом. Мы сейчас его... За это покараем. Возможно, славлю вкупырю. Но почему прислал брать двух полей, а они же эффективнее? Против кого? Конкретно на эту миссию я взял двух снайпов. Потому что карта могла быть под снайпов. Я взял двух разведчиков. Потому что мне нужно прокачать двух разведчиков до того, как... Ух ты там. Сидит, блин. В идеале до дредноута. Но мне кажется, что я не успею до дредноута подкачать разведчиков. И тут эффективность всегда, она относительная. То есть против кого? Что значит эффективнее? Жанга пытается пробить. Блин, ну и что мне с ним делать? Ладно, сапресс есть, окей. Давайте так. Но снайпы не работают по нему по какой-то причине. Сейчас попробуем подсократить к нему. Самое главное инжом, каким-то макаром. Плохие позиции, плохие позиции. Ладно, смотрим. По урону по сравнению с пехотницами. В смысле, как они по урону лучше, чем пехотинцы. Оружие у пулечей действительно имеет высокий базовый урон. Но пулеч стреляет для начала единожды. И чаще пулеч берется не для того, чтобы стрелять. А для того, чтобы контролить. То есть для сапресса. Чтобы снижать эффективность обилок врагов. Мутонос опрессишь для того, чтобы он тебе гренку не кидал. Литун, а чтобы не подбегал ближе. У пулечей более контролющая роль. Пехотинцы и снайпы наносят больше ДПС, чем пулеметчики. Так, наконец-то дымовая граната пошла. Здесь у нас что? Здесь рокет со шредой. Осколочные боеприпасы. Пулич можно и войверов прокачать. Они от этого не станут два раза стрелять. Так. Карманы просто плохо заходят пулеметчиком. Ну что в карманах у тебя может быть? У пулеметчика. Будет у тебя ошейник и все. Это ему не поможет понормально стрелять. Защита от критов. Хотят еще 10% на крит во всех ситуациях. Нет, давайте профессиональный стрелок. 8 хитов, 74 точности. Да он в тапера идет, он два раза будет стрелять. Не забывайте. 485, блин, денег. Вот это да. Вот это, блин, да. С ума сойти. Это еще мне от Европы бонусы не дает. Передовой лазерной технологии скоро. В маленький город вошел сектопод. В городе больше никто не живет, кроме деда Архимегу, да у которого Гаусс торпеда. А еще в качестве готов ко всему выручительный прицел, кумуле и часовой ближний бой. Я периодически проверяю. Вот, медика можно уже на следующий. Плюс 5 к защите, если находится в укрытии. Главное этих офицеров не терять. Что делать? Копать можем бесплатно, но толку не вижу здесь. Лифт не построят до теплового генератора. После того, как сделать тепловой генератор, я, наверное, сделаю вторую лабораторию в стеке. И... Может быть, даже начать лифт делать. И литейку бахать. То есть копать уже под литейку, чтобы ремонтная мастерская и литейка здесь были. Так. В казарме у нас 46 бойцов. Мы только трех потеряли. Есть несколько леммингов на прокачку. Есть три танчика. На этой карте у нас будет две миссии совета. То есть будет стандартная миссия совета. Плюс поезд. Будет террор. Несмотря на отданную страну в прошлом месяце, у них все равно где-то 120 эллен ресурс. Сейчас посмотрим. 145 даже, блин. Нифига себе. Так. По ангару. Подстрелили мне немножечко народу, да? Низко-огромный террор. 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 И мне повезло с террором, потому что он упал. Куда? В южную, блин, Америку. А там у нас одна страна уже вышла, и это единственная страна, которая находится там. Коридор еще. Ох, коридор террор. О, коридор террор. Это интересно. Террор, коридор. Очень хороший коридор. Неплохой коридор. Хреновый коридор. Ладно, в любом случае сканы нужны. Сканы и снайпы. Что у нас по снайперам? Плюс урон. Плюс урон, плюс перезаряд. Хорошие снайпы. Пехотинец? Обязательно. Блин, а может вытащить разведчика? А, один разведчик у нас вернется. У него есть скан? Да, у него уже скан. Давайте 7 часов ждем. И полетели. Ну что, эти карты закидать сканом? Блин, где он? А, он уже на задание. 7 часов на задание? Как это 7 часов на задание? А, считалось, пока он был в роустере, что это на задании. Охренеть, механика. Я не знал. Я не знал. Где он опять? Усталость. Меньше часа, типа. Наконец-то. Да не, мне нужны сканы. Мне очень нужны сканы. А что у этого пехотинца по... Все хорошо, но не факт, что его берем. Итак, давайте. Два снайпера. Пехотинец, медик, разведчик. Пулич, понятное дело. Рокет, понятное дело. И инженер, скорее всего. Все-таки. Выборочные метки глаз. Датчик движения. Может быть, даже танк возьмем. Посмотрим сейчас. А что разведчик? У него сканер боя будет по умолчанию. Две штучки, да? Два дополнительных сканера. И позволяет их бросать, самое главное, значительно дальше. Возьму сканер и марксманский прицел ему. Хотя точносты у него не выдающиеся. Расчет, конечно, основной идет на снайпов. Может, даже третьего снайпа возьмем. Все, это последний клянусь. Синий эксперт советы давал. В медик аут критично попал. Бобрик экспертную фуэву вписал. Мамкин эксперт 30 дней промолчал. Ах, строк, строк. Спасибо тебе. А, стоп. Это же террор-то, алло. Это же кресолидный террор. Это же кресолидный террор. Мне медик не нужен вообще. Совсем забыл. Да, сканы. Гранаты. Гранаты. Рокет может пригодиться. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Че, погнали? Там паники на 40 Нам, конечно, лучше... Ой, хорошая, кажется, карта, да, хорошая Басков говорит, не сочи за фамильярность Это от меня подарки Евгении и на кошек Хорошо, я ей все передам Вот, да, 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 эта карта прокидывается сканами сразу же Мне надо понять просто, как они располагаются Один факт слева Штурм один, приступайте к выполнению Главная задача защитить гражданских Три скана Да я хотел просто посмотреть А, у меня два датчика движения взял, да? Молодец Ага Ну че, погнали Закидываем раз, скан Или чуть-чуть подойдем Как там? Позволяют, не позволяют? Позволяют, чуть-чуть позволяют Прямо вон туда Другая часть карты просто Зомбарим И, соответственно, такой же скан направо кинуть Просто много зомбарей, да? Я пока влево ухожу Не, мы вообще не торопимся У нас все нормально У нас все отлично Тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири И то же самое нужно направо кинуть Ага, крыски идут уже Хорошо Главное, чтобы они прямо на меня побежали Они начали разбегаться Вот это самая большая, может быть, проблема Связанная с Отлично Все бегут на меня Глаза бешеные Шерсть длибом Минус одна крыска Попали вообще все Красавцы Ребята, молодцы Дримблин, тимблин Эти тоже на меня идут, кажись Может спулиться? Нет, они вроде не спулились Здесь пять паков Если мне не изменяет память Спулились Зомбарим И слева пак Я не засветил его Так, что там мирный-то вообще? Задеваем его Не особо задеваем Нормально Погнали Это раз Полируем с шидой сначала Точнее, начинаем с шиды Мирного все-таки заделим Дальше, скорее всего, придется кинуть гренку туда Для того, чтобы Может от этих избавимся сначала Чего-то избавляться Раз, выстрел И два выстрела Почти Здесь гренка, соответственно Чтобы увидеть их Но они не подходят В этот ход Так Здесь, скорее всего, еще одну гренку Нужно будет закинуть Что разведчик Даже две, наверное, здесь гренки Надо будет закинуть Ладно, давайте С снайпером все-таки Ушатаем этого Потому что крыса Добегает до меня Я не хочу ее Испытывать Здесь, соответственно, гренка Хреновая Лучше стрелять, получается Сколько их там? Пять зомбарей Я вижу только четверых Ладно, смотрим Три Дважды стреляет Молодец Давай лучше по левому Потому что он ближе к мирному Хорош Еще Стреляем по этому Я думаю, скан надо кидать все равно Плюс помним, что у нас пак слева Похожим То есть Скан пытаемся закинуть Куда-то сюда Как же он далеко Кидает скан Реально Итак, у нас почти вся карта Будет открытым Там должен быть кто-то Никого не вижу О, это интересней Ага, засветили Вот он Пак крыс Еще один Вообще должно быть Три пака крыс И два пака зомбарей Да, этот зомби ходит Я не вижу его, к сожалению Хорошо Но он мирного не убьет Так что все Ага Вот еще один пак зомбарей И значит крыса у меня Под боком слева Правильно ведь? Мирный все-таки умер А теперь в бой Как это получается так, а? Как это так получается? Двигаюсь на позицию Неужели мне стоит кинуть Давай датчик движения Да я не вижу никого Алло Я пошел Где-то еще один пак Можно начинать Не подсвеченный Не подсвеченный То есть надо кидать влево Скан Еще максимально влево Туда куда-то Кидать его И надеяться, что мы увидим Еще один ориентировочно Пак крыс Ни хрена я не вижу Вот крысы Вон зомби А нет Все Два пока крысы Три пока зомбарей Все Всех засветили Не должен никто умирать Сейчас главное их Пулить Контролируемо То есть Таким образом Чтобы Ты точно знал Что можешь совладать С паком Когда его Спулил Чтобы они не разбегались Это не всегда бывает Просто что ты не можешь Контролировать Стабильно Как например Крысы Сейчас себя поведут На тебя они побегут Или нет Принято Ясно Поняла вас Координаты получены Готовность номер один Ясно Начинаю Ну смотрим Бегут Влево Тут очень много Мирных Боюсь А Все таки К нам пришли Эти Сейчас они Разбрестись Могут Вообще Как угодно Блин Бедные Мирные Мы же окружили Может она Оттуда свалит Она же должна Переместиться Сейчас Посмотрим Да Вроде Свалила Да Свалила Отлично Так У снайпа Всего Две Цели Начинаю С Правого Дальник Здесь Целей Нет Да я хочу Ранить Снайп Ни черта Не может Направляюсь На точку Ой Сейчас Мирных Будет Разуплотнять Лунатик Готов Направляюсь На точку И надо Снайпа Подводить Это он Не умеет Не видит Ничего Крыски Могут На меня Выбежать И выбегают И к мирному Две Сразу Ай 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 Убегай Оттуда Друг Это Неконтролируемая Пол Это не то что я хотел Так этот вперед Идет Не дойдет Хорошо Этот К мирному Идет Дойдет У него полное здоровье Ах Жалко У них урон Такой прям Этот Не должен Дойти Из-за ранения Да Сейчас посмотрим Как мирные Свалят И кто У нас Тут Не свалили Оттуда Блин И отсюда Не свалили Чем мне делать Цели маловато Снайпа Но он выбирает Ту которая Поплотнее И Труднодоступная Для других По крайней мере Ранит ее Здесь тоже Три цели Раз Два Три Тоже берет Наиболее Плотную Здесь два Выстрела Я думаю Как мне Мне наверное Ювелирно Нужно по этим Метке поставить Раз Восемьдесят Семь Проблема будет Ой молодец Давай по второму Так же Хорош Здесь у нас Так давай К нам Всех Случаем Раз Два Три Четыре Ну ты почти Всех Видишь Окей Ну здесь Надо Пулей чем Все таки Жахать По По Поэтому Семьдесят Три Семьдесят Три Сто 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 И Сто Плохо То что Сейчас Восемьдесят Семь Если Промажет То Крыса Может Добежать До Меня Вот Это Плохо Вроде Не Должна Да Не Не Должна Ну там У нее Мирные Она К ним Бежала Здесь Мы Не факт Что Убьем Но Молодец Хорошо Хорошо Царь Привет Да Ну вот Этот Гад Уже Второго Мирного Не Убивает Так Нужно Время Для того Чтобы Привести В порядок Перезарядиться Осталось Две Пачки Зомбарей Но Они Плотные Я Могу Сразу Две Пачки Сагрить Можно Конечно Подождать Кто из них На меня Вылет Действую Начинаю Наблюдение Смотрю Волг Ясно Буду На щеку Кажется Вышнем Блин Там реально 10 человек Просто Как Как Мне Мирных Такой Ситуации Спасать Начинаю Наблюдение Готовность Номер Один Уходит Приложение Сможет Работать В фоновом Режим Надо Посмотреть В настройках Я Не Уверен По Поводу Picture in Picture Там Какой Функционал Я вижу Прям Прям Вот Сразу 5-6 Человек Прям Сразу В идеале Мне бы Их Спулить На Их Ход Чтобы Пострелять Сразу На Аверах Блин Их Так Много Часто Господи Их Просто Миллион Там Или Это Последний Пак Сколько Я их Там Видел Я их Там Видел 7 Человек В принципе Это Уже Должно Быть Все Спулили Нет Два Пака Там Ё-моё Ну чё Вопрос К Рокету Здесь Рокет Сразу Говорит Я Мирных Задену Но Учитывая Что Мирные Так Сдохнут Если Мы Их Сейчас Не Убьем Так Что Нормально Атака По своим Пофиг Выжили Мирные Молодцы Все Живы Дальше Тут Хотелось Бы Конечно Но Нет Ну Вот Так Подходим Инджон Пробуем Вот Это Шикарная Граната Смотрите Считайте Урон Просто Считайте Урон 2 3 3 3 2 3 2 1 Мало Но Но Это Еще Не Все Я Говорю Считайте Урон 5 6 4 4 4 4 3 Отстреливаем Дальнего Потому что У него Больше Все Одной Гранаты Не Хватило Для Нормально Сделать Полич Недостает Нормально Здесь Правда Пехотинец Разруливать Тоже Должен Погнали Раз Два Конец Лунатику Трис Четырис Пять Неплохо Столько урона Занесли Туда Ну это Все Их ход Я не знаю Дойдут они До мирных Нет Не дошел Еее Но они Слишком Сильно Ранен У них Маневренности Так Куда Ты Пошел Куда Ты Пошел Ах Хитер А Беги Оттуда Беги Друг Взрыв Так Ну это Спешим На несчастный Случай Не должны Отнимать Мне рейтинг За это Изи Третий Третий Террор Самый Простой 12 Человек Спасли Из 18 В стране Где В регионе Где больше Смежных Стран Нет То есть Повысилась Паника На пятнашку Всего лишь Чтобы операция Проходила Так Гладко Отличная Работа Спасибо 76 Точность Уроки Туманные Берега Так Хорошо Ну он Возросла В Бразилии Паника Было На Ну короче На 12 Возросла Паника На 12 В Индии Все хорошо В Россию Запускаем Спутник Как будет Готов Передовые лазерные Сделаются Заказываем Сразу Две А то и Три Лазерные Винтовки Желательно Сразу Дробашек Лазерный Сделать Ну и Закупим Попробуем Нет Не получится Нам пушку Закупить А мастерская У нас Готова 4 дня Не хочется Ждать Донат Пропустил От Вольф Дизеля Блин А что ж У меня Донат Не зачитывается Сейчас Сочитаем Сейчас Подождите Сейчас Все будет Погнали У Ольф Ольф Поддержал Ваш канал На 500 Рублей Сообщает Страйкер Давайте Поздравим Женечку С днем Ее Рождения Поздравляем Поддержите Южной Америки Как раз Перехватчиков Немного Потому что Там всего Одна страна Да я сразу Проверяю Вдруг там А и медика Не брал На миссию Правильно Ладно Передовые Лазерные Веерные Лазерная Пушка Турельные Лазерная Снайперская Нужен Не нужен 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 Нет Пока Да Нужно Теперь думаем Либо мы Для контроля Начинаем Наконец-то Два проекта Типа Разведчик Истребитель Блин Передавайте Ухлонологии Бронедолго Короче Давайте Разведчики Истребители Быстро Повскрываем Чтобы было Проще Их Сбивать Делаем Один Веерный Лазер Делаем Все-таки Одну Марксманскую Винтовку Делаем Парочку Снайперских Винтовок И делаем Одну Лазерную Пушку Может Дождаться Мастерской Для лазерной Пушки Дорого Трындец Трындец Агменты Да Сколько У нас Мж Сегодня Утром 39 Уже Должен Сказать Мы От помощи Не откажемся И ставим Следующий Спутниковый Модуль Так Мне нужно Экзальт Сканить В Китае Да В Китае Оперативник Не знаю Лабу Хочу Сделать Еще Одну В стаке Как бы 20% Еще 10% Это Такая Инвестиция Чем Раньше Получится Всем Лучшим Денег Ни Нет Где На Ложки Блин Вообще Они Сейчас В конце Месяца Все Прилетят Понеслась Разведчик Пытаемся Звить Добавьте Класс Красивая Моя Кошка Дремучая Девочка Испугалась Приходит Гость Она Сразу Под кровать Атакую Попал Дважды Я попал Дважды Я избили Одним Перехватчиком Уже Хорошо Все Это Отличные Отличная Возможность Взять Людей Со Днам Потому Что На таких Миссиях Они Должны Качаться Пытаться Качаться Тем более Там хорошие Есть люди Типа Пехотинец Который 75 меткости На первом Звании Так Как Насчет Мелда Как Насчет Прокачки Разведчиков Как Насчет Хватижного Медика А кто Убивать То будет Скажи Мне Ну что Рокет Есть Есть Базовый Правда Очень плохо Будет Работать Инженер Есть Даже Сапер Не базовый Штурм Убивает Соло Аут Я не хочу Штурмовика Просто Брать С собой На миссию Это Такая Аркада Очень Странная Ну то есть Она Я понимаю Что так Можно Особенно Если Будет Этот Разведчик Со Сканом Уже Надо взять какую-нибудь опытного снайпа я полагаю блин без пули чищу эти и в целом хорошая бригада все равно медиков качаем разведчиков качаем мэлт пытаемся собрать но что все равно у них там 150 ресурсов и мэлт это ценный ресурс я посмотрим что за карта посмотрим где враги так я с угла до вас понял рейнджер штурм один попытайтесь войти сразу закидываю сканку подальше просто не знаю куда просто закидываю осматриваем тарелка неплохо а я только сейчас понял что что это за что это за карта я пытаюсь мэлт найти пока он не зазвучал что-то темнят оленя ни черта не видно координаты получены я пошел не к добру это не к добру еду слушаюсь поехали литанов слышу да включают датчик направляюсь на точку и закидываю еще скан туда где типа может быть а он вижу врага прям по курсу так а там же на датчике отображается мэлт зелененький это он нет это не он это наш скан так ну я не знаю если честно что делать потому что уже иду вас понял понял спешу как могу что делать просто я прокинул всю карту в два хода не души просто не меда не души вроде хочешь какой-нибудь тактику такую хрен тебя не тактика да я понял что в летуны слышите это то как раз я понял а мэлта где там сразу два пака друзьям там и сектоиды с которых я бы сейчас прям начал потому что а чё не стоят там луна фиг готов а вот и они блин спинку подставил спешу просто я не знаю куда бежать сейчас видимо уже придется типа на сражаться festival привет щас посмотрим как тут иду к тачке нет мэлт это конечно не не приоритет конечно а как так офигеть он прям четко вышел куда надо оооо ну конечно говорит мэлт в том направлении снайп ни черта не видит уже хотя слава богу выцелился поэтому мажет так то ты не попадешь конечно и второй там где-то еще сидит надо пробуем я его не снял там еще один ведь я бы даже дым прокинул а то как-то нехорошо выходит сектоиды выходят и все стреляют и ничего так я бы подвел еще снайпа сваливает недалеко он отступил кстати я спешу ну я думаю не по своей воле так надо обязательно разведу сам его жахать да потому что экспа нужно джанг ты конечно вообще расстроил меня так только ни в коем случае ближе не подходим потому что там там могут быть летуны а я джангом уже отходил и только через приказ я могу вернуться бла-бла-бла лучше не стоит все смирились с тем что мэлт скорее протухнет это он манит на позицию манит в целом даже выполнение миссии без ранений таким составом я взял там медика подкачать разведчиков подкачать это более приоритетная задача чем сбор меда то есть мэлт это скорее код матрос там привет вылетает до спасибо большое так ну я могу конечно этим под подойти поближе но все равно не будет у меня возможности снести кавер максимум что я смогу сделать это например подранить этого что они сидят очень хорошо за очень хорошими укрытиями но ранение это тоже хорошо так начнем со снайпа потому что у него метка плюс у него есть только одна цель поэтому стреляем пехотинец 52 по 50 справляется молодец возможно кстати никого нет больше здесь ну кроме аут имеется виду это значит что теоретически мы можем еще молот собрать путем убийства аутсайдера так что вижу тарелку бегу к ней я пошел если мы все сможем провернуть в 3-4 хода то может быть и но может быть третий пак так что лучше не шибко рисковать похоже что так вот не знаю по пол хода или все-таки ход сделать раз уж мы тут по прямой почти я пошел иду к точке скоро буду уже иду немного рискуем сделаем последний ход приготовления что это было поехали двигаюсь на позицию направляюсь на точку двигаюсь на позицию координаты получены уже иду иду выполняю ай мел протух ха я мог в этот ход его убить да он уже поплатнее кажется снайп может его жахнуть уже да прекрасно специально его чуть левее увел что не последний мэлт а еще я узнаем собрали мы что-то или нет но кажется нет все остались живы ничто так не укрепляет боевой дух как хорошие вести вот смотрите здесь с одной стороны есть выборочное прицеливание с другой стороны есть over но я пошел в крит стало быть мы должны развивать урон поэтому выборочное прицеливание 3 троечка меткости наносплавы не собрали почти денег мало продаем поврежденные компоненты ждем когда мастерская доделается заказываем по крайней мере одну лазерную пушку шикарно с этим у меня давно не было такой правильные расстройки на базе то есть у нас смотрите школа офицеров в нужном углу не смежный ни с чем спутниковые модули но это классическая размещение все хорошо 46 блок энергоблок с тепловым генератором генераторы отлично лаборатории в стаке ремонтный ангар мастерская в стаке глаз радуется тепловой генератор готов на но сейчас мне нужно может мы на две пушки хватит там 42 сколько сплавов 42 вроде было 22 а уменьшается только только продаем что там две пушки хочу не могу я запилить youtube серегил не могу не могу сколько можно повторять лире пока тоже сбагреваем после производства взрослыхают сплавы деньги понятно да я не хочу продавать трупы потому что да и лире тоже жалко подавать сейчас я перепродал заказываем по крайней мере две лазерные пушки это уже хорошее подспорье правда появятся они только к концу июня анализируем разведчик похищают людей средние удаленные локации помним про то что у нас здесь миссия совета и поезд то есть нам нужно стараться не брать никогда топовый состав может быть этого медика подкачать и смысл умеет запас трубу больше десяти раньше разве больше десяти добывает запросы на 15 трупов например поэтому да вот я для себя эту цифру в двадцатку определил и стараюсь придерживаться тяжелый пулемет бы еще сделать да и и и и и и и и и основная боль прошло 3 была потеря бою остальное шло ровно ну в этом 3 я не хочу сглазить начало значительно лучше потому что у нас уже вторая лаба достраивается мистерская значительно раньше и в стаке все нормально правда минус в том что мы страну отдавали Точнее, не отдавали, а здесь отдали Но вообще, это скриптовая штука Ну, точнее, не скриптовая, а Как правило, в течение трех месяцев Ты все равно одну страну сдаешь Ну, чаще всего так получается Ты можешь ее спасти на рандоме То есть, прилетит ли вовремя истребитель На рандоме Если там миссия по снижению паники Типа экзальтем Есть серия событий, которые позволяют тебе Избежать Летейка в планах Да, летейки долго копать Но летейка у меня в левый нижний угол должна вставать После дредноута начнем копать О, неплохая карта Посмотрим, что за Дметь ли смысл сносить спутниковые модули для постройки места смутниковых Очень поздно Значительно позже это надо делать Когда у тебя прям Там, кажется, плюс 10 инжей Еще нужно потратить на них И ресурсов значительно больше Это когда у тебя вся база расстроена Да, здесь мы снайпов попробуем завести на крышу Полис на связи Так что все нормально Он проконтролирует этот момент Все, уходим наверх Снайпы на крышу Это уже будет отличный подспорь Двигаюсь в указанную точку Уже иду Двигаюсь на позицию Поехали Следую к указанным координатам Здесь часто миссия экзальт, помните, проходит Они бегут на Справа на точку Хуже, когда ареспа с другой стороны То есть он бывает такой Кривой Все отлично Выходим дальше Нам нужно Рокет поставить сюда Всеми остальными Двигаться За основной группой Вот здесь полное укрытие Там еще полное укрытие Хорошее место Самое главное Это чтобы снайпы Видели противника Для того, чтобы они видели противника Мы их уже поставили высоко И мы будем еще помогать им всячески Типа гранаты кидать Опа Ну и мэлт, конечно же, меня манит Скорее всего, сейчас где-то мы их уже спулем Секеры Три человека Слева не спурили никого, что ли? А зачем, да? У нас тут такое количество людей по ним стреляет Опасно, что к снайпу могут полететь И урона не хватает Чувствуется, что нужны снайперские винтовки С критом бахну Так, это у нас палач Поэтому 71 стреляет по Раненому Но не попадает Не самый опытный бойцы здесь Под запрашиваем Не хочу я медиками тут выпендриваться Лучше назад верну их Чего-то мне кажется, что надо к этим снайпам забираться Мэлт Как же он меня манит, да? А, там еще один пак Прямо передо мной пак у Мэлта И здесь еще пак, который я не вижу Просто потому, что Вот это перекрывает штука Так что тут вообще-то Прилично народу Нормально Никто ничего Кто перезаряжался Нет подходящих целей Ребята, вот нет подходящих целей Вот что вы Как вы вот на это Как вы это прокомментируете? Пехотинец говорит Что нет подходящих целей То есть он буквально не видит Что происходит вот здесь вот То есть он выходит А, на эту клетку он не выходит Вот в чем дело Эта клетка багнутая Смотрите На нее нельзя поставить курсор А там сикер может быть А там сикер Вот почему Ооо Это тот самый момент, когда я не прав То есть в этой клетке стоит враг сейчас Ваааа Серьезно Вот так вот Прикиньте Класс Вот это продуманная игра Представляете Красиво Да, мыл Не собрать Я бы лучше сначала левый пак Стреггерил Не понял Аааа Он на крыше Он на крыше Скорее всего Я понял Он на крыше Что за шум Ааа Это снова ты Рыба Точно на крыше Как пить дать Дайте мне туда инженера Пожалуйста Ааа Рыба О, что? Кто? О, сиктоид Мне кажется Я зря так растянулся Не? Выполняю Четыре черненьких Чумазеньких сиктоида Снайп не видит Снайп видит Дым бы кинуть Плюс у меня человек-то раненый Туда побежал Возникает вопрос О чем я вообще думаю Давай приказ ему лучше Я не хочу там сидеть Меня тупо умеем Одним доведут до иступления Оно мне надо Готовность номер один Номер один Смотрим Опа Опа, с ноги О-о-о-о-о А что двойной ход-то мы, а? Делаем Скажите мне, пожалуйста Еще мутоны Справа Только не говорит, что А нет Ладно, хорошо Они вылетели А потом походили еще разок Ну Почему бы и нет Эндив Поддержал ваш канал На 500 рублей Сообщает Эндив А подранок Спасибо большое тебе Главное, что подранки есть Туда мы греночку закидываем Да? Такую прям Прям греночку-греночку Куда-нибудь туда Плохо 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 Да низкая вероятность Патронов нет Ладно, пробуем так 82 с 50 критом Хорошо 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 Рыба Спасибо, логист Ты рыбак Он рыбак Да вышло уже Чего-то Не выйдет Ну все Остался сектоид А, там два сектоида И пак мутонов Слышите, рычат Я в пути Оп Оп Что снайпы скажут 70% Говорят И второго даже видно Ооо Какая она дерзкая Видели? Все Отстрелять больше нечем Как же снайпы тут тоже давят Вообще снайперы очень зависимы До появления Пустельги И архангеловской брони От позиции Когда архангеловская Если дожить до нее То там, конечно Первое, что ты делаешь Когда заходишь на новый уровень Это снайпы в воздух Такие Взлетают И все И там Ну и получают Соответственно Если Если рядом есть враги Ну Чаще сами убивают Да, мутоны на респе Бегают, бегают, бегают Бегают мутоны Бегают мутоны Три зеленых дробок мутона Такие Глаза бешеные Но один флангуется сразу Снайпом Два других С задним кавером стоят Неудачники Потому что Как бы тут кидается граната И И все Даже с места я кину гранату Не обломаюсь Всю эту будку Всю эту стену Все снесу К чертовой бабушке И даже медики По тебя постреляют Мутон несчастный Не попадут Но постреляют Мазать нам нельзя Мазать нам нельзя Блин Ну это фиговое отклонение Скажи Ладно, нормально Повезет Главное Своего не попади Хорошо 4-6 Тут у нас Две цели 72 А у пехотинца Что две цели 90 90 Давай Бах И Ааа Это снова Ты Последним утоном Видит его снайпер Бах Чисто как по учебнику Чисто как по учебнику Вот Как Как мы Почему мы не в состоянии Пройти такую простую игру Кто скажет Все же четенько Я рада слышать Что наши бойцы Вернулись живыми Командир Надеюсь в будущем Им удастся добыть Еще больше состава Блин И она тоже про Мелт Рассказывает Я пытался Не работает Ютуб После пока не работает короче австралия благодарит нас за помощь видим все австралия до северной америке все прекрасно в нигерии отлично в индии вообще шикарно в россию кинем спутник у них 140 ресурсов базу поставили вторую сплавов нам не хватит на еще одну пушку а я бы хотел через два дня запускаем спутник бас . вы дождите у нас кота пауза честно на басти то прогладить колбасе то моё сейчас камеру поставлю пока видно только хвост кота на код есть красивый мой бастет сейчас я заглажу заглажу кота как она меня любит как она слышит будильник все подходит ко мне урчит сразу же с утреца ждет меня ждет не ради еды ради внимания прекрасный кота бас . вас такой такой вот костяк вот так вот коты и молодцы ты так по моему она косенькой да у него прям такие глаза таких в кучу такие не косой как говорил заяц помните о раскосый это кажется в тайл прошлогодний снег надо пересмотреть мультики так что у нас там по званиям мы же медика брали с собой до какого-то неопытного да и он тоже дожил в результате мы пятерых уже в лейтенанты запромотили уже осталось одно свободное звание нужно подождать несколько миссии анализируем разведчик инженера на фрагменты уаааа сегодня утром прибыли новые инженеры должен сказать мы от помощи не откажемся ребят ну мы типа можем поставить еще один спутниковый модуль только денег нет но денег нужно совсем немного блин запрос на и лере будут и что ладно пока никто не видит я с немножко наносплава про потрачу блин обломки искателя для этих бонусов нужны магиус поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает отходил часа на 3 ты все еще расскажи чтобы сегодня пока смерти не было мы сделали исследовали лазерные снайперские винтовки мы потеряли к сожалению страну там был террор на сегодня мы террор провели в бразилии хорошо переехали в россию сейчас запустим точнее в европу сейчас запустим спутник в россии у нас будет бонус от региона хороший самолеты не теряли самолеты закупили самолеты кстати надо сейчас перекинуть будет в европу потому что и там не хватает вот так так теперь будет нам проще разведчики сбивать мы больше ресурсов с ним будем получать то же самое хотел бы сделать по-быстрому с истребителем и даже с рейдером хоть если мы вскроем дохлика кажется у нас будет химграната но это нужно литейка в любом случае передавайте технологии брони слишком долго да наверно надо потихонечку так еще изолятор дугомета вот это вот все дело так и спутник же запустить я могу уже ж могу нет еще не готов он спутник два дня секретной операции рейдер этот через час придет хорошо давайте попробуем не рейдер надо сбивать я дестройер не буду сбивать а вот рейдер я буду сбивать на химгранат еще нужно 10 трупов до кликов а еще на аптечке 20 противник именов из-за этого не стоит продавать он попал я попал я попал не попал он не попал я попал хорош как он пострелял вы видели прекрасно пострелял мой перехватчик он снял у него процентов 80 здоровья осталось по нему попасть два раза все будет ок вижу перехватываем давай-ка один раз есть просто шикарно так что у нас там разведчики есть на разведчики нет на медик на минус фатик пехотинец но я опасаюсь друзья это июнь понимаете это и июнь в июне у нас что во первых миссии совета еще не было во вторых а миссия совета у нас будут крысы этот баржа правильно баржа будет там-то ладно ну и будет поезд а я вот думаю может гром взять и попробовать мэлт пособирать надо это я так мэлт собирал так что эти потанчик не жалко стойкости метки глаз у этого уроки то надо брать в любом случае слишком там случайного оружия не должно сдаться в мастерской это нет не должно еще не делим так пуле чинж пуле ч и 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 хорошего сна и по возьму такого средненького и одного одного новичка снайпера а у танков что-то качается от убийства монстров они вообще качать кроме литийного цеха нет нет насколько мне известно они вообще никак не прогрессируют Это хороший снайпер, тоже вооруженный опасен Помните, как мы брали дополнительный патрон для гауссовской винтовки? Вот у этих будет по умолчанию такой патрон Плюс возможность перезарядиться в половинку хода То есть ты перезаряжаешься и прицеливаешься в этот ход Очень хороший перк И мехи, не, мехи качаются Мехи, они больше похожи на людей Не, не буду я этого снайпа брать На среднюю ложку я не хочу Я лучше по-опытному, по-опытнее возьму Уже с критом там В 1-1 версии танк качается Да, я в курсе, я видел эту опцию Погнали Середина июня, а большая часть миссий, особенно сложных Определенные еще впереди Ой, карта очень открытая Надо разобраться с лунатиками в США Враг упал в отдаленном районе Рядом с маленьким городком Надо прибраться на месте падения Пока местные не набежали Ё-моё, вот это резко Я помню Он очень наркоманский Штурмовый отряд ждет приказаний Подтверждаю, рейнджер Штурм-1, на месте крушения Ведите огонь по готовности Ну я отступаю, как бы сразу Это Это очень плохой респ Лечу туда Координаты принял Я помню Мы тут так иногда отчаянно просто защищались Особенно там летуны вылетают Через тарелку У тебя все Вся поляна открыта Так, ну я никого не слышу Никого не вижу Ничего никому не скажу Танечком езжу Ничего не вижу Так, ну Уводим снайпов Координаты получены Пора пробежаться Слушаюсь Ну и что, мне в тарелку лезть, что ли? Тарелки Сыгманы Летуны И мэлт Просто В том направлении Говорят Ну в тарелке точка Это Это-то ясно Я бы сказал Две точки Три точки Там все-таки пак Готовность номер один Ну кроме аутов Там еще и пак есть Уже выдвигаюсь Что же мне делать-то Ну я поехал Танком за мэлдом Мне показали Я еду Здесь пока мы Ждем выхода пака слева Или ждем Когда танчик сагрит справа Ну чтобы снайпы постреляли Сыгманы Слышали? Внутри, да Слышали Сыгманы Мэлт еще справа Говорят Никто не хочет Из команды Отделиться И пойти Поискать Так, увидел Ясно Начинаю наблюдение Начинаю наблюдение Руй сектор Буду насторожать Начинаю наблюдение Начинаю наблюдение Начинаю наблюдение Что это было? И мэлт не исчез Я уже думал, что все Собираем, ребят Собираем 13 мэлта Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо и останется, скорее всего, потому что снайперы ему не это самое. Не помогут. А эти перемещаются. А вот они. Сикеры. О-о-о-о! Опасно! Опасно! Сикеры! Нет, я так просто нагнетаю. На самом деле опасно, что вышел только один пак. Не тот, который я слышал. Цель не поражена! Цель не поражена! Попробуем без рокета справиться. А попробуем. Ничего не обещай! Слабенько. Тут по летающим хорошее, хорошее пляж, прихотинец. Прищучило! Ничего не говори! А что? Выезжаем танчиком. Он не уедет, конечно. Он может сейчас эвакуироваться вместе, вместо всех остальных. Нельзя подходить. Ни в коем случае. Это основная ошибка. Закидывать танк я тоже не буду дымом. При всем уважении к танку, во-первых, кальмар решил покинуть это измерение. А дроид, ну что он там? Две единички урона нам нанесет. Ну вот, я тоже думаю, что ничего страшного. Танчик отстеливается. Бестолкован. Ничего не говори, лишь ведерко меда собери. Так, а как мне... Как мне вообще? Сапресс. Да меня беспокоит Рокет. Че он здесь? Он же ничего не сможет. Дроид не понял, что произошло. Я решил вообще не стрелять на всякий случай. Мажем 60-68. 62. Да-да. Тратим, блин, последние патроны. Вот смех смехом, и я этот пак убиваю уже сколько? Четвертый ход. Я ждал тебя. Problem solved. Тот же мотив развили в XCOM 2. Тон-тон-тон-тон. Тон-тон-тон-тон-тон. Тон-тон-тон-тон-тон. Над музыкой здесь, конечно, тоже очень хорошо поработали. В оригинальной игре. Я слышу, бегают по тарелке. И я услышал еще мутонов. Ну ладно, один молд собрали. Сейчас задача на миссию все-таки. Просто вот ее ровненько допройти. Проблема может быть с чем? С тем, что перед тобой тарелка. Непонятно где. А-а-а. Эти все-таки влево пошли. По тарелке ходят все равно. Причем близко там. Там они... Ладно, Танчик пошел. Пошел Танчик. Да, по тарелке. Так. Блин. Да не вижу больше части. Рыбаюсь на позицию. Всем внимания. О, ошибка. Опять. Вот это очень плохо. Ребята, вечер перестает быть томным. Раз. Хорошо. Ну вот он-то, блин, стоит. Мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Вот он на сапрессинг кидаем дым на поле чарентировочно с танком. М-м-м-м-м. М-м-м-м. Вот он немножко подраненный, подсапрешенный. Ну там фингмены, блин, полноценно будут действовать. Вот это меня беспокоит. Здесь Вот так, видимо Сопресс Опасно, второй пак Ну, второй пак типа нейтрализовали, но с первым Ну, ситуация осталась И Я должен делать так Но у меня не прикрыто еще, например, рокет Он вне Пригубил Винсандер Нет, нет Я, наверное Инжа подведу поближе Я не сваливаю Эти-то сваливают, а те нет Хорошо, подошел Овер 51 Хорош, ранил Молодец, инженер Только сейчас не отдайся на фланге Нет, там не будет фланга Сопресс на БМП Хрен с ним, мне Афиньман беспокоит еще один Сопресс на этого, да? Так, не, ну Я попробую все-таки Жахнуть что? Правильно, еще одну ракету Потому что я знаю, что последний пак Да, отклонение конское Три клетки Три и две Но эпицентр Три клетки Так что, может быть Понятненько Ну, бывает Не расстраивайся Главное, не расстраивайся Что мы делаем дальше? Это раз Почти, да Как же нам штампануть, блин, мутоном Я мутона не вижу Пытаюсь сопресс снять сначала Сопресс с танка сняли Сейчас мы Сынмана снимем Не сняли Урон нулевой То есть танчик Теоретически может пройти дальше И там, кстати, еще два дохляка Еще один летун Ну, похоже, мутоном Мне нужно продолжать Продолжать сопрессить Под дымом Блин, опасно Ой, кислота на мутоне Точно Я что-то забыл совсем Овервотч Сопресс Погнали Все, мутон-то точно Сейчас не будет Представлять угрозу А вот Вот он Очень опасный Это фланг снайперов И может минус сделать Но танк не позволил Вот такие вот моменты Надо продумывать Один процент Под кислотой мутон Еще один фингмен Еще один летун Здесь я бы прошел дальше Чисто, чтобы посмотреть Где там остальные И мне мелькнул Один противник В вижене Но я не знаю, где он То есть я не понял, где он Я не понял, где он Вот он, конечно, не подставляет Такой угрозы Как Те здоровые люди Которые непонятно Где сидят Я флангов боюсь Сейчас уже немножко поменьше Боюсь у флангов Конечно же Но все равно неприятно Ладно, давай Зачем эту Ты вторую гранатку бы кидал Не выпендривался Лейтон и Тиммэн Возможно, они на панике Отступили к аутам Это вполне вероятное Развитие событий Так, у меня там Снайпы должны Перезаряжаться Вон, видите, как Перезарядился И прицелился Так не умеет пока Четыре человека осталось Фингман В тарелке, в тарелке, в тарелке Ага, видим На, тарелке Все-таки на На, на Или тун Ой, фланг Блин Это плохо Ой, сейчас мне Потому что инжи прилетит Надеюсь, это второй его ход Да, нет Блин Мне повезло Вот и откуда я мог знать Куда он улетел, блин В тарелку На тарелку Под тарелку Жесть Один туда Другой сюда И все И ты вроде как за кавером стоишь А вроде как Хоп Ход и фланг Соколик Соколик С новым смайлом Привет, соколик Ну все, надо идти в тарелку Сколько можно Куда конкретно, я не знаю А, это уже Командный пункт Че б себе Ничего б себе Клоузин Клоузин Он таргет Выполняю Таргет Принято Думаю, надо выманивать Считывать, что здесь Есть нормальные укрытия Кляжу в оба Но подходите Гады Танчиком Конечно же А-а-а-а Это снова ты Ну не здесь, да? Стоп, подожди Я не понимаю Там дырень у нас, что ли? Блин, дырень Это бы твои души Выскакивать будут люди Между прочим Пара-пара-пара-папам Есть Выдвигаюсь Да я понял А танк не умеет двери открывать? Не умеет Гатила-76 Привет Тарам-пам-пам Парам-пам-пам Не, может быть Врыв был бы Более правильной Стратегией Мне кажется Это дольше просто Хотя че дольше Три хода и все Да, я сам себя убедил В том, что это реально Хоть и чуть дольше Но надежней Ну, можно в один ход Все сделать Типа Пора пробежаться Кинул гренку Забежал Заехал Все И профит Подходим Плотную А-а-а То есть они дальше То есть они вот За этой дверью Которая открыта Валерия скроу Спасибо Тогда план вообще Меняется Не поверите, мы возвращаемся назад Всеми Удобно, что можно вернуть Прямо на Конкретно на те позиции, на которых они были Магия Если ты их помнишь, конечно Представляете? Это фишечки Имена раздавать Не отказался Скорее всего, буду раздавать после дредноута Блин, и тут дверь закрыта, оказывается Что это за шум? Меня уже Второй раз не проведешь Пытаемся их увидеть Может быть, увидим, а может и нет Магия Шайтоны Там что-то есть Спрятались как, а? Та-да-да-да-да-да Та-да-да-да-да-да-да-да-да Так, то есть они спокойно могут сверху идти, да? Я здесь, конечно, сделать еще вообще не могу Я валю Танчик Как может, так и валит Но он валит, скорее всего, вот так Потому что так может Оп Ханкер Здесь хрен его знает, если честно Мне кажется, надо уже идти сюда На случай, если будет с той стороны выходить Обязательное выцеливание снайпами Ненавижу аутсайдеров Просто всей душой я понимаю что достал уже но запись очень очень запала в душу какой ханкеру снайпер еще дурак что ли блин да справа будет сейчас обходить будет блин и чем не делать скажи сейчас ловлю плазмы горячий смотрим где они слышали но не видим что происходит танчик смело бой ничего не видит назад отступает ханкер ханкер да я боюсь просто словить они темнят чё-то прям это снова ты да страшно просто ну просто страшно ну и где они там сидят то андердяк спасибо большое андердяк андердяк кажется идут слева будет выходить сейчас пульс конечно ощущение али Да нет, укрытие нормально Да ты достал Во, выходит справа Так, есть контакт, вижу одного Не знаю, что там по сносу Снайпы, естественно, 61 Это лучше, что они могут предложить И там уже будет фланг Я думаю, надо подходить ближе, чтобы увидеть второго Подходить ближе, чтобы кинуть гренку после этого В попытке снять стенку Это вполне вероятно, сапер у нас есть Давай Хрен тебе, а не минус стенка Ну, теперь пытаемся налакерить 60% снайпов Есть с попаданием И еще разок 68, ну 100% считай Молодец Дальше Сюда Так И сюда Так Так Ну, теоретически танчик должен словить Танчик не ловит И это радует Я пошла Я на позиции Я на позиции Я на позиции Я на позиции Что это за звук Я не отступлю Буду держаться тут Лучше бы я зарашил, да, наверное Я на позиции Хотя в той позиции, как они стояли У меня могло не получиться Потому что они очень далеко были И убежали В противоположном направлении Ждем последнего аута Кажется, мы здесь не одни И он так же выходит Шикарно Танчик подставляется Сюда, конечно, никак не попадет Хотя Три клетки всего Отклонения Не, не получилось Здесь я его ранить смогу По крайней мере Но дальше опять вопрос к снайпам То есть А что они вообще Смогут, не смогут Три хита Это очень несерьезно 61% Давайте, ребята Вы попали в прошлый раз Хорош И второй так же Давай Все, закроем вопрос Вообще не буду ничего говорить Блин, ну Ну, сейчас уже риск идет Не очень большой Потому что этот пехотинец попал Рикотинцу даем Приказ И он пытается еще 50 на 50 на рандомичку Прекрасно Танчик, давай, покажи как надо 24% ну смотрим бмп бах просто в лицо девятка офигеть офигеть вот это да кстати в лицо оперативник такой прилетает он он не вынесет это там фланг правда уже все танчик снял стенку аркаде нет тут все рассчитано уже танчик окупил себя на этой миссии во-первых он собрал мэлда который полностью окупил его стоимость сам танчик по себе выжил еще принял на себя удар плюс он там метался туда-сюда там в общем мега полезный юнит семь дней пусть отдохнет есть серия повышений ну как об нет этого же мы на овер будем мы скорее всего огневую поддержку видите у него готов ко всему приспособление с часовой поэтому огневая поддержка плотность точность хорошо о мы уже готовы захватывать дугометов нет изоляторов нет но захватывать мы готовы здесь кстати вполне вероятно возьму меткий глаз они урон 4 метка меткости а тут мы делаем естественно стабильность платформы плюс 10 точности 6 точности дали топчик там от 2 до 6 прибавляется вместе с тарелочкой операция пришельцев соответственно не прошла мы получили ресурсы мы получили опыт и мы получили сплавы я думаю что сейчас имеет смысл произвести еще одну лазерную пушку шикарно и запускаем спутник через 20 дней у нас миссия совета это крыски у нас уже много фатижных хотя раненых особо нет что по самолетам 4 3 это в северной америке 3 у нас северной америке маловато надо из южной америке тиснуть хотя там тоже не густым но там всего одна страна в северной 3 а вот и миссия совета по защищенному каналу сопровождение нападение на военного инженера а как же а как же причем это у нас в родном регионе это что у нас это у нас германия до сокола виднее два здания да да коридор миссии я просто подумал от чего мы у нас к солиды должны были быть я уверен что вы справитесь с я беру пехотинца самый главный который овервочный медика для снижения фатига пехотинец еще пулеметчик неосновательный это пирс родине нет спровождение нинжа написано же было тот который кричит я всех сдам вы не имеете права тот самый кажется это это миссия это миссия где ты мамку крыс валил вроде мамку крыс я валил вроде на этом на терроре а тот респ я понял да может быть может быть может быть ну да там старт очень неприятный может быть помню помню народ заканчивается дым хотя блин я потерял только троих у меня 46 человек чем я уже леммингов подкачал там парочка тем не менее притык и инженера нет а он как раз раненый можно в качестве компенсации взять второго рокета ну это карта простреливается снайперами возьму снайпа еще одного прицела к сожалению нет с пулеметчика возьмем да с лазерной винтовкой опасная миссия если я правильно помню я последний раз я проходил года дает она нас по списку германия тут на старте могут быть проблемы на самом на самом на самом старте плюс там скриптовые падают насколько я помню людям в том числе и в спину тебе инженеры под началом патрика карлока обнаружили что пришельцы готовят биологическую атаку теперь этого карлока надо спасать он на другом конце пирса если обнаружите противника видеть огонь по готовности у нас новая задача интересно огонь по готовности это fire at will или короче они будут падать в том числе направо надо как кого-то ставить я помню этот угол багнутый что типа с него с направо не видно ни хрена есть такая тема то есть тут у нас будут паки я пошел но я слава богу не вижу на старте паков есть надо срочно передать данные аналитикам если пришельцы поразят эти цели нам крышка так окей и типа далеко уходить не стоит потому что тут сразу начнется экшен может начаться экшен это конечно не точно но 1 сейчас на вас идет подразделение противника смотрим куда и пак движется еще на меня я вот не знаю как мне лучше встать снайпом и мне его нужно прикрывать так методично прикрывать и справа чекать чтобы ни в коем случае не прошли они хотят разрушить инфраструктуру решить нас воды электричество всего похоже не надеются таким образом ослабить сопротивление я посмотрю справа чекать позицию еще да то есть они по времени каждые каждые переходом да падает окей да да чё окей ты не видишь его боли ну что за дела мне бы пехотинцы вернуть да опасно короче все на овер ну что он сейчас дернется мне даже не хотелось переводить одного с полу кавера потому что там мало ли его увидит на пробеге найдет давайте надо главное ранец я и снайпов даже на на овер поставил ведь есть ранения жизни будет отниматься при ранении нет или как она как работает расскажите пожалуйста мне или он неуязвимы принципе артем западло пока потерь ну то есть 33 человеком сегодня потерь нет вчера мы потеряли трех бойцов так ну сейчас я буду уже готовиться к выходам что за чертовщина да еще один ась привет кошечка ладно ждем еще одного ну а чё у меня не по открыл дверь какую этот выходит 60 на полный ход он подошел да это дверь здесь открыл короче ладно смотрим он внутри зашел что там три человека просто внутри строй это снова ты рыба рыба не ну тут как бы надо надо улыбаться и махать просто все ждать когда они сейчас высунутся либо через ту либо через другую дверь там в этой комнате двенадцать клеток они три клетки оккупировали да ну не не оп понеслась 56 справа молодцы ребят еще слева если дернется можем пострелять за моего отца до 60 60 50 отлично молодцы ребят прям еще один кстати как сказал бы сокол один выстрел от одна пуля один выстрел это тоже с меткой более там такие ребята серьезные лучше сапресс сейчас ходит улыбаемся где что мы еще один агат ладно я думаю надо постепенно выходить постепенно выходить и он не должен здесь меня увидеть а вот этим пошли не по планам нашел я того кто кого искал но снайп не видит один снайп видит второй давай так да хорошо осталось только ранить человека за ящиком ну рокет вряд ли справиться и снайпер с гранатой очень страшный человек давай так попробуем еще понятно боеприпасов нет еще дергается там овер да блин не это нереально давай ты перезарядишься можно начинать и приказ ему выдам хотя бы чтобы она у нейтрализовать я там больше боюсь у меня же пехотинцы стоят за фулкаверами вот и угол нормальный а этот как раз может к стеночке прижаться и ну и все и такие эмбиенты конечно местами паника ну еще бы вас пулят тут же убивают двух ты остаешься один естественно расстроится человек один процент отлично и тут в лицо плазма такая и оперативник падает все клипчик режет все отлично ну самое сложное это как раз выйти с этого респа потом как то попроще ты забираешься наверх вот можно сюда а здесь дырки нет да окей а давай овер поставь просто ясно начинаю наблюдение снайп обы тоже вывести сюда что на будущее может убежать гад 24 неплохо фулкавер причем вот это у них меткость а так ладно сейчас главное выбраться здрасте покупается сейчас немножко все выставляем раз подводим два и надо помнить надо постоянно помнить что рядом с ним могут появиться враги они же будут по мере продвижения падать и надо всегда его то есть чтобы он был рядышком чтобы кто-то из твоих был рядом был способен спасти в идеале на такую миссию нужно разведчик потому что люди падают в места случайные и тебе нужен человек который должен сбивать молниеносными рефлексами овервотч ну либо он либо все так что двигаемся вместе с ним но надо помнить что по нему стопроцентная вероятность попадения то есть если он будет на передовой то во первых по нему самый высокий приоритет если он будет в рейнже его убьют тоже такая немаловажный нюанс слушайте у меня спулин что еще кто-то нет это просто новый пак хорошо овервотч 70 попадаем по крабу да в джигитальон сыграл конечно первый в детстве много играл Zone ааааа в 83 стреляем да нет вроде один сикер метку ставим добиваем скорее всего и они с выборочным прицеливанием понимаете еще мы повскрываем людей они с тем же самым оружием будут по ним лупить еще плюс два урона стабильно топчик хорошая миссия сейчас мы снайперов наверное разделим на две части чтобы они могли работать по разным углам то есть один останется здесь другой пойдет на право что это за шум использую датчик движения вижу пак из трех человек и понимаю что надо оставлять снайпа по центру одного рокета заводить направо а этого заводить налево джак лишь не хватает скажешь скорее всего сейчас их уже пули два сикера один фигман финн скорее всего под снайпа подставился уже под левому ну так не подставился просто мы его видим хорошо начинаем работать в идеале снайпы спустили гой запрыгивают на крышу которая позади нас в идеале и начинает работать по всем целям бывает еще метки у нас есть точность повысили скорее всего добиваем дальше овервочем ну потому что сикер летит на снайпа скорее всего не знаю на какого налево а я могу не убить его и его сожрут не достали мы по пехотинцы не стреляли руки не стрелял чё хоть подумает над ох же джаги итальянс у меня была версия которая выразила все звуки общения заменили на очень хорошо что мы встретились лет нас прошел до сих пор помню помню очень хорошо что вы встретили или сначала так и помню как иван там был хорошо хорошо все на карте никого не осталось кроме скриптовых людей поэтому я подвожу подходим подходим ну когда ход идет вот так вот моментально проходит то есть ты нажал и все это значит что оленей больше нет но повторюсь они бы должны падать не помню после каких границ происходит спаун но но происходит главное его не подставлять а вот пожалуйста блин и как я должен не реагировать вообще ни хрена ж не видно разворачиваю камеру как бы я пошла и надеюсь на лучшее надо убрать вообще ханкер здесь прицелец не знаю вас понял мы ждем когда мы самец а он сюда подошел на фул подошел а вы батенька смелый но безрассудный блин а загадил это место придется в обход этим побежали снайпов оставляем этими вперед вперед-вперед блин снайпу бы оставил ну что не стоит их оставлять а кажется в конце довольно много появляется народу на крышу какую-то упадут могут упасть беляк да в чате беляк ребята внимание это беляк направляюсь на точку инкередии инкередии выполняю я пытаюсь да пожалуйста ох пёс ответный огонь правда опа опа сразу 70 получил получил вот так вот в каком четком месте оперативник оказался в нужное время в нужном месте почти с нужным скиллом сейчас 81 еще убьет его и все да сейчас все получится я же говорю и мы не добегаем пятнадцать пришельцев убитым и возможно это все и больше его никто не видел ни его не простого нам миссия совета в россии должна была снизить сильно уровень паники в стране связи командир этого не произошло так ну что у нас появились еще деньги я думаю что мы также производим лазерную пушку мы от помощи не откажемся или спутник заказать а у нас же там еще спутниковый модуль алло и спутник закажешь и пушку закажешь все равно по сплавам ты упираешься все сплавы 3 средства 4 спутник 7 часов и я запускаю спутник в россию мы их выпустим 102 в месяц ежемесячный доход увеличивается плюс 80 плюс 340 закрыли северную америка закрыли европу живем живем так спутниковый модуль 20 дней даем тоже следующем месяце спутник заказе только один можно типа один заказать и все и спутник каким-то макаром 170 наносплавов там спутники дешевые 83 стоит 84 ты же начинал в россии куда она ушла а я специально туда улетел для того чтобы закрыть североамериканские регионы получить бонус за счет двух спутниковых модулей по самолетам и в результате у нас вот такая вот ситуация самолетами это европа это северная америка это даже южная америка маленький истребитель низко летит бомбит пес у меня там есть два истребителя с с иглами бонус дает 25 процентов и закупка и содержание он попал я не попал не попал очень плохо постреляли ну я пробую его хотя бы до 50 довести или маршрутка не не бывает истребитель никогда не бывает маршрутками маршрутки те которые садятся летят низко не бомбят а садятся блин он попадает сразу потеряла перехват это проблема минус 150 но мы его довели да но но бразилию разбомбили все равно почему то не знаю почему черт плохо 4 оперативника жду от городской жилой массив блин жалко самолет первый мой самолет городской жилой городской жилой городской жилой может по обойдется все может не обойдется тут сложно сказать тут сложно сказать капец народу нет подождать день не получится да получится но я не вижу особо смысла впереди еще больше в миссии хотя какие еще миссии террор был миссия совета только что была строк поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает слушай а как именно ты мегрили вылезеры в сша грим карту выиграл как беженец или просто нелегалом остался поделись лайфхаками минус лайфхаками тут такая ситуация в стране что никто ничего не спрашивает просто ливаешь и все давай пулича возьмем а а у меня еще медика фатижного нет стоп это большая проблема надо ждать кого-то из медиков иначе я истребитель сбит он еще с радаров низко маленький разведчик это сядет вот и лучше сюда лететь это не шутки мы стрим сколько месяц времени на подготовку 15 часов три часа хороший разведос пойдет как раз боли на медик не успеет один час а мы может нет не сможем он не прошел такое количество миссий ты мне кажется надо брать одного из медиков сватига вытаскивать просто пофиг что он не пойдет но по крайней мере все остальные освободятся раньше до разведчик снайпер снайпер пехотинец блин а с кем я пойду на экзаль тогда ну ладно танчик окей и там тоже танчик может быть уже хочется лазерные снайперские винтовки они сразу такой апгрейд делают классный и урон тебе на и точности бина это конечно хорошая бригада блин но без например вот такого пехотинца на экзальте я очень сильно теряю боеспособности этом течение суток вернуться не там вернуться нормально давай первоочередная задача это взять конкретно эту миссию мы вытаскиваем медика из фатига который дольше всего сидит два дня типа плюс не забываем что маршрутка может быть в этой ситуации может быть может быть вполне разведчику тогда вместо датчика движения дадим скан пулеметчику я бы мы даже у него восемь хитов господи он такой плотный я бы ему выдал не знаю дым еще один инженера надо брать для для более сейфовые темы да как то так genesis 22 говорит смотрел на ю тубе михаила решил зарегаться на гг ребята беляк еще один беляк временный на беляк уважение добро пожаловать на гг смотри какой какой здесь чатик следующая операция пройдет в канаде как здесь хорошо сразу пак с левым пытаюсь уйти блин помним что здесь еще так оставляем на передовой товарищей снайпы и назад улич пока назад так разведчикам теоретически можно сразу кинуть скан то есть вот прям сразу сходу чтобы понять что за пак и понять может там не только один пак это огромное поле маленькие летуны маленькие вот такие вот летунчики не поняла я руки-то не взял да не хватило места для руки паки маленькие мой кузя ледокол блин при этом белякам и честных принципиальных синих о кибер мать его диск серьезный кибер диск пока начинаю работать кибер диск кибер диск черт мне кажется надо может тратить болей да хватит я пошел запрошу этого тут конечно нет не это самое мне кажется изи ранение просто может быть дожди я же могу наувер поставить этого красавца то есть левый то не будет двигаться правый будет двигаться он на приспособленность может попасть там 60 70 процентов именно слышь хочу так много народу не по 13 мое это что он боеготовность хорошо хочу хорошего кто тебя боеготовность снимать будет танчик бедный танчик шестьдесят шесть шесть шестьдесят девять метку ставим ставь краба в чат ой плохому сразу человека да решили ночь это ты мне краба поставил ты считаешь что я краб что я играть не умею генезис недолго пацана гг пробыл да беги так смех смехом а танчик тоже отдыхает и рокет у меня нет соответственно шриды у меня нет готовься тут товарищи тролли наверное вдоль этих уже выстраиваться вот сюда возвращаться как же ироки ты не взял дурачок а вот как я дурачок рокета не взял я попробую закинуть скан прям в тарелку куда-то туда чтобы понять где аут и кто там еще ходит потому что мне показали что там люди ну не спулить аута да вижу в тимманов а вот тимманов можно было бы если дали мне дают вот вот сюда вот 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 сюда вот шикарно идеально просто это не маршрутка это целёхонькая целёхонький разведчик да но так как я конечно их не не простреливаю только аута простреливаю аута слишком опасно простреливать сейчас давай носки случай проверим нет ли передо мной врагов я хочу эти елки оккупировать штаним и пехотинец должен быть на передовой потому что он на овере работает да хочется жахнуть в аута но ооо это кажется может подставиться ай не факт все кто и дик ну не томи все кто иди кажется подставился скан еще один уход ну куда ты ну куда ты ну что ты блин зачем тебе этот кавер ну не верит снайп не верит снайп и пехотинец сюда поставлю овер овер пока прицеливаемся я не хочу сейчас полить аута потому что сразу на меня полетит этот полетится кибердиск вот и как а вот и кибердиск засветили мальцам ооооо опасно ребят нужно подключиться да у него нет каверов он должен сейчас на нас выбежать а он выбегает так криво блин ой-ой-ой это фланг это full ход он не может так быть да это фулл ход без паники без паники это фулл ход кибер рядом раньше киберов не было в этом трае он у меня первый ты у меня первый странная фраза так а может быть все таки мы дадим экспо разведчику кибердиск борис я не знаю как его пробивать без рокета 89 разведчик мажет да ну не хочется мне уходить с пулей чем с этой позиции просто реально его очень долго ковырять очень долго ковырять все кто этого хочется ах ты маленький стопроцентно вот это в я понимаю точность где где сектор нет сектор дым кибер стоит на месте вот не маршрутка здесь просто будет приличное количество ресурсов продолжим хочется жахнуть туда ракеты конечно но подойти и рокетом так чтобы с одной стороны доставать чтобы жахать и не спулить всех все вместе с этим с аутсайдером это прям искусство так он улетает этот повод кинуть туда еще один скан и на этот раз уже ауто забрать чего все вроде готовы хотя я слышу что дроид никуда не улетел как же у него быть там быстро его не заберу я дроидов не с не это самое а я счастлива находится да я достаточно далеко от него ну нормально короче поехали чё ты вдруг сейчас вообще убьешь двух выстрелов крит все и проблемы вот тебе и аутсайдер и сейчас вы обратите внимание скан будет работать как бы кибер не спулин но по идее уже он должен действовать так как будто знает где мы находимся я даже стрелять по нему сейчас не буду специально прицелюсь смотрим я ему все равно зря не выстрел михаил реально глупость там видимо он должен ход сделать там особая особая магия ну погнали дымы вроде у меня есть стою как прям к паду гренку вроде готов так он пролетает в центр там да я свой йогин привет я никак маршрут и не дождусь ну такой бывает жизнь все маршрутки появляются позже в игре я не знаю чего так все кричат маршрутку по любому удобному поводу как же этого диска то опасаясь я уже нам зайти все наконец-то открылся кибер уже риск идет ну рискуют все танчик первую очередь вот так кто езжаю я бы вообще людям порекомендовал в ханкере посидеть какое-то время а потому что дым проходит ну кроме снайпер ну блин ну не томи ну ёпы рс ты мне так страшно то а я боюсь что он флангануть может просто если не через не он прям нормальный год ну кто там кто там кто там кто 2 минимум здесь будет что-то о-о-о-о-о-о-о-о шемида ладно пытаемся вахнуть его ставим стену эту easy чем боялся непонятно да Сопресс есть. Диск не раскрыт, не раскрыт, но ничего. Ты у него больше половины жизни уже снял, зараз. Красава. Просто красава. Если, конечно, не читер. О, конечно, собака бронированный. Его лазером так просто не возьмешь. А может и возьмешь. Ха. Ой. А подготовки-то было, да? Ой. Ой, я вас умоляю. Второй дроид, кажется, еще будет. Да. Где твой друг? А, не видишь. У вас есть кибердиск? Черт, он не сдох. Давайте скорее сюда. Нужны боеприпасы. Нужны боеприпасы. Даже дым не потратим. Огонь на подавление. Последний дроид. Ну где же ты? Ну где же ты, родной? Давай. Давай, давай, лети скорее. А он не летит. Понимаете? Выхожу. Просто не летит. Где-то он застрял. Причем дроиды не стоят на овервочах. У него нет такого. А, уже внутри. Заманивает, что ли, меня? Хитрец. Ну. Не, он не справляется. Поняла. С петфайдингом. Ну, либо он на крыше. Или облетает тарелку. Мне кажется, это дроид Бонич. Он обходит. Ах ты, смотри, какой хитрец. И никто его... А, нет, снайпер видит. На крыше, реально. Смотрите. О! Красавец. Что он там делал? Давайте посмотрим. По танку он может попасть. Он уверенно летит. И... Нет. Красиво. Убиваем. Я говорю, убиваем. Молодцы. Без ранений обошлось. Сел разведчик. Взяли разведчик. Сейчас как раз можно на вырученные деньги купить тот же самый самолет. А, нет, ранения есть. А, это фатижное ранение. Это медик на 10 дней у нас ушел. Ну, так и задумывалось. 34 лерия. Два борткомпьютера. Борткомпьютер уже не стоит продавать. Источник энергии еще терпимо. Мы сразу отбили потерянный самолет для начала. Экзальт 40 часов. Оперативников на Экзальт у меня 6 человек. Из них целевых. Ракетчик. Да пулеметчик. Да, там повыходит, конечно, день-день-день. На лесу НЛО истребители. А что у нас там по снайперским? 3-4 дня будут готовы первые снайперские винтовки. Лазерные. И веерный лазер будет готов. Лазерная пушка тоже на корабли ставить надо. У нас сплавов есть 40. Так, по-хорошему я должен был еще заказать одну пушку. Но на нас сплав. Я же говорил, что не буду продавать. Говорил. Еще говорил, что дота на ГГ не будет. А тиран стримит. Ладно, продам 15 сплавов. Никто не заметит. На этот раз я еще раньше начал лазерные пушки заказывать. Так. Кто у нас на эту операцию готов прям идти? Кого нам нужно дождаться? А, 4 оперативника, что вы справитесь с этой непростой задачей. Блин. Там пехотинец не очень хороший. Разведчик тоже не особо нужен. Тут очень нужен инженер. Он выйдет 9 часов. И очень бы пригодился пехотинец с овервотчем. Но они не успеют войти. То есть эту миссию мне скорее нужно проходить как-то... Как-то. Но непонятно как. Ну, типа, спасли и свалили. Как-то так. Не ввязываясь в зачистку, но... Там по-разному бывает. Мне кажется, ему выгоднее карабин здесь взять. Разведом. Еще бы медика именно с минус-фатигом дождаться. Но они будут тоже. 12 часов, 20 часов. Так, мы истребитель вскрыли. Тоже с ним попроще будет. Сбивать будет проще. Это самые ходовые. И сейчас надо хорошенечко, блин, подумать, что будем делать дальше. Первое это... Ксеногенетика. Что говоришь? Все уже, все. Мы заканчиваем. Ребята, только вот давайте без этого. У моей благоверной сегодня день рождения. Мы все уже отпраздновали, как могли. Отлично. Никого не потеряли, сотрудников. Постримили? Отлично. У нас заканчивается июнь. От всего в мемориале. Так. Я не знаю. Очень сложный вопрос. Нет. Нет. Нет, к сожалению, нет. Я не храню такие вещи. Но где-то они точно есть. Короче, смотрите. Рейдера можно вскрыть, чтобы проще было сбивать. Пять дней. Можно вскрыть дохляка, для того, чтобы точнее, больше по нему урон наносить. И сделать, соответственно, потом выйти в химгранату и медкомплект. Но для этого нужен литейный цех, кроме всего прочего. Мутону вскрыть для оленевских гранат. Но там нужно захватить, кажется, мутону живьем, для того, чтобы оленевская граната появилась. Это еще более сложная последовательность. Компьютеры пришельцев. Для того, чтобы вскрыть сикера и сделать ошейники. Не так долго. 11 дней плюс вскрытие сикера займет дня 4. Есть альтернативная ксеногенетика. Это генные лаборатории. И, соответственно, выход в МЭКов, кажется. Хотя, может, и компьютеры нужны. Короче, либо ксеноневрология. То есть мы делаем изолятор. Мы бахаем дугометы и начинаем людей захватывать. Потому что в этот раз я в ксеноневрологию пошел позже. Раньше сделал пушки лазерные. Желательно, конечно, ксеноневрологию начать как можно раньше. Но это сложнее. Потому что если у тебя не будет ошейников, то резко повышается риск, что критическое ранение станет фатальным для боица. И он не выживет. Ошейники реально спасают жизни. И стоят очень недорого. Вполне. Там только наносплавы и обычные сплавы чуть-чуть копеек. Их нужно всего 4-5 штук для тех людей, которые находятся на передовой. Передовые технологии брони забейте. Это слишком долго. 22, пока я не готов. Надо, короче, подумать. Надо подумать. Все, друзья. Спасибо большое, что смотрели. Завтра, скорее всего, мы продолжим с вами приблизительно так же. А, не, не факт. Завтра, завтра, может быть, либо трансляция в двух частях, либо... Короче, подписывайтесь на канал, на ГГС, сразу, чтобы получать уведомления, когда трансляция начнется. Потому что завтра вечером тоже на 2 часа должен буду отлучиться. Может быть, будет двух... Тоже трансляция в двух частях, днем и поздним вечером, как сегодня. В любом случае, спасибо большое вам за то, что смотрели. Этот рай явно новый и явно победный. Вот, потому что... Проиграть я могу только из-за того, что наошибаюсь сам, а я постараюсь не ошибаться. Продолжение следует...